Теперь только хорошая музыка, не переживай. Привет, Рэпчада! Это Рэпостер. Сегодня мы слушаем новый альбом JPEG Mafia, который называется LP. Этот альбом Пегги выпустил в двух версиях. Онлайн, который лежит на всех стриминговых платформах, и офлайн, где есть все сэмплы, дополнительные треки. Короче, именно так, как он задумывался. Я купил офлайн у него на бендкэмпе и солью его к нам в телеграм-канал, если это видео наберет 2, ладно, 30 лайков. А пока послушаем это чудо. Идиотизм, идиотизм. Очень странное интро, но, в принципе, это JPEG Mafia, другого ожидать и не стоит. Он любит вот это звучание, как будто какая-то пиксельная игра. И альбом сразу начинается с дикой иронии. Мне по кайфу, да я классный, я иду на работу, я молюсь Богу. Но интересная текстура, мелодия постепенно раскрывается, там меняется и перкуссия. Просто прикольный старт. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. И я на ма 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 ма. Волоши дыбом стоят. И嘭. Стоп! Я не понял ни хера... Продолжение следует... Мурашки, волосы встали дыбом. Это был просто хаос, но при этом настолько хорошо сведенный хаос. Я не понимаю ничего. Только что он потрахал нас в уши. А как это описать? Это просто куча звуков, которые прыгают из левого уха вправо. И тебе просто больно, ты говоришь, нет, нет, нет. Please no more, please no more. Просто ты услышал, ты говоришь, блядь, что это такое, почему? Ну люди это любят. Что сейчас будет, что сейчас будет? Я не завидую соседям сейчас. Я знаю, что Пегги не любит сравнение с Death Grips, но после этого они только увеличатся. Это смесь с металлом или каким-то роком, я не знаю. Но ему настолько органична эта энергия. И кажется, что вот ему надо было что-то, чтобы выкричиться. Я не могу. Нет. Лучший трек его, лучший его трек. Я послушал эту херню уже 30 раз. Может даже без остановки. Я не могу избавиться от этого лупа. Он настолько идеальный, настолько все хорошо порезано. И Пегги настолько хорошо на этом звучит. Мне дико жаль, что он не смог очистить сэмпл этот, потому что... Это, сука, великолепно просто. Это секс во плоти. Вот что это было? Единственное, что я понимаю пока, что Пегги абсолютно волшебно звучит на сэмплах. И он называл себя Черным Фрэнком Заппой. У-у-у-у, падла. Он ускорил. Несмотря на то, что тут куча слоев, и я тщетно пытался ухватить все, это один из лучших его треков именно по тому, насколько все плотно и цельно звучит. По-моему, это Степ просто над всей рэп-индустрией, потому что начинается как бы бит такой, ты думаешь, о, рэп пошел. И он сам говорит, запястье, цепи, что это вообще за рэп? Я смотрю на то, я смотрю на это, я смотрю на весь мир. Ну просто, просто гониво какой-то. Вот если человек вообще ни разу не слушал JPEG Mafia, ему надо поставить этот трек, потому что сэмпл госпела, значит, где девушка говорит, thank you, Jesus. Поверх этого просто убийственные пробивающие барабаны, и Пегги с автотюном, как маленькая девочка поет, мое одиночество убивает меня. Если вы глубоко копали в его дискографии, наверное, вам это должно напомнить госпоптейпс, где он тоже там пел с автотюном, больше что-то такое личное, какое-то драматичное. И кавер на Call Me Maybe, конечно. Гризелда? Стоп, стоп, стоп. Боже, что? Мне все еще тяжело как-то это объяснить словами, но я чувствую, что через эту странную музыку он как бы передает свою боль. В сэмпле там есть диалог, типа, оглянитесь вокруг себя и задайте себе вопрос. Та ли это жизнь, в которой я хочу жить, или я просто существую? Я так понимаю, что для Пегги это больная какая-то тема, и поэтому в музыке как бы такая неустроенность и хаос постоянный. Чистая энергия, все как будто лоу-файной, кто-то на фите был, немного мемфисовский какой-то. Я просто понял, насколько Пегги владеет своим голосом, и он использует его на максимум. Он вопит и пищит, и шепчет все, что можно вообще. Это была какая-то интерлюдия. Засамплировал тоже, или мемфис, или я не знаю, что. Там чувак говорит, my role model. Пегги такой неусидчивый ребенок. Пытается изменить темп, он постоянно пытается еще барабаны идти дать, он не любит порядок, он постоянно хочет это деформировать, как-то трансформировать. Это просто опыт, который ты ничем не спутаешь. Вот это один из самых изобретательных хип-хоп треков, которые я слышал за последнее время. Пегги многое уже делал, но сэмплировать битбокс... Чувак сам по себе сидит в комнате просто, и сам режет сэмплы, там что-то подставляет, сводит как-то, как может. Но оно настолько качает. В лоб доступно, понятно. Не знаю, что за сэмпл. Напишите в комментах, если вы знаете. Боже, насколько он переходит. Насколько я понимаю, он Босанову засэмплировал. Вот сравните у Тайлера Босановы, да? И что можно сделать с Босановой вообще? Все на ломаных ритмах. И сам сэмпл, он как-то так вот его выкрутил, что кажется, как будто это гитара там ревет. Звук гораздо вот насыщенней и вариативней, чем было на прошлых альбомах. Вы понимаете, там было три, по сути, драм-партии в треке. Только шейкеры, потом как бы трэп-барабаны и с прямой бочкой еще. Один из лучших его рэп-треков. Все понятно, и при этом с сюрпризами. Истеричный абсолютно вокал. То, что он орет, я маленький Брюс Вейн, я такой особенный. Да, да, это оно. Это мета-мета-уровень. Это класс. Это мета-уровень. Он сам говорит об альбоме. Альбом хороший. Да, там есть, конечно, не очень моменты, но в целом классно. Потом он говорит, придется сделать две версии, потому что сэмплы не очистили. Все переходит в домашнюю такую запись, импровизацию, типа, где он вообще-то хорошо поет. Я не знаю, зачем, в принципе, ему автотюн этот нужен, если он хорошо интонирует. Уже перестал что-либо, понимаете? Столько всего происходит. Уже просто какие-то, какой-то марш начался уже армия. Он цепилирует армию. Он сделает из этого сэмпл. Боже. Вы помните, там был трек с битбоксом, и я сказал, что это самое невероятное, что я слышал, сэмплирование, капец. Он засэмплировал армию. Он сделал из шагов кик и снэр, и крик еще порезал этот, и раскачал. Он звучит именно как типичный рэп-трек, только с уникальными сэмплами. И как бы многие говорят, там, вот, Канни Вест круто сэмплирует, Джей Дила круто сэмплировал, да, но это Пэгги просто обязан находиться среди этих людей в списке. Андрей, как за сэмплировал, это сэмпл из фэтлайн-блингтэм. Канни Вест круто сэмплировал. Я честно все послушал, я хочу сказать, что это очень тяжело. Столько всего происходит, постоянный треск в ушах, оно все прыгает из одного уха в другое, и там ломается. Но, конечно, такое слушать надо только в наушниках, чтобы ты разобрал всю текстуру, почувствовал все детали. Очень сложно говорить об этом альбоме по первым впечатлениям, но, наверное, он поразил меня больше, чем All My Heroes'а Корнболлс. Он как-то и разнообразнее, и не приедается так, как предыдущий. Здесь явно больше акцента на рэп, и акцента на перкуссию. Сэмплирование достигло тут уже невозможного. Гос, пел, соул, солдаты, битбокс, короче. Но при этом это интересно слушать, как бы интересно просеивать вот эти вот звуки, да. Много очень идиотских панчлайнов. Опять много сравнений с тем, что там я темнокожий тот-то, я темнокожий этот, я Бейонсе, я там... В целом кажется, что он себя переплюнул, наверное, и плюнул просто лейблу в лицо. Или в рот, как он любит это делать. Если бы я вообще ставил ему какую-то оценку, я бы сказал, что это Dirty из десяти. Напишите, послушали ли вы LP, в какой версии слушали, выжили ли вы после этого прослушивания. И обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, где, скорее всего, будет лежать альбом, в Ютубе. И молитесь за рэппост.